Добрый день! Меня зовут Кольбин Дмитрий и мы с вами находимся в полевом городе в Краснодаре. Сегодня 30 июня, а за моей спиной находится подсолнечник из блока ситкея, то есть по обработке семян данной культуры. Здесь я установил пирамонные ловушки на такого злостного, опасного вредителя почвенного, как проволочник. И хочу поговорить с вами о цикле развития данного вредителя. Проволочник это личинка жука-щелкуна рода Агриотес. Вредитель почвенный и с многолетним циклом развития. По методике необходимо проводить почвенные раскопки на площади поля 100 гектар. И необходимо делать до 12 раскопок по диагонали поля на глубину до 50 сантиметров. Причем площадь этой ямы должна составлять 50 на 50 сантиметров, то есть 0,25 метров квадратных. Повторюсь, таких лунок должно быть не менее 12. При увеличении площади поля на 50 гектар количество таких раскопок должно быть увеличено еще на 4. То есть 12-16 и так в арифметической прогрессии. Это очень трудоемкий процесс и никто из агрономов, конечно, делать этого в своих хозяйствах не в состоянии. Более простой способ мониторинга проволочника это использование феромонных ловушек. Так, несколько феромонных ловушек я установил на данном своем демонстрационном поле. И хочу рассказать вам о них более подробно. Вот непосредственно сама феромонная ловушка, которая представляет из себя срезанную литровую или полуторалитровую бутылку и поставленная в междуряде подсолнечника, чтобы не сбить ее в процессе междурядных обработок. В середину на проволоку помещается сам диспенсер, пропитанный феромоном, который будет привлекать самцов щелкуна. На данный момент в ловушке у нас за два дня налетело порядка 10 щелкунов. Это агреоты Ставрикус, крымский щелкун, наиболее характерный для нашей центральной зоны Краснодарского края. Однако лед его только начался, поэтому я думаю в течение двух недель количество щелкуна намного увеличится. Коллеги, повторюсь, что мы находимся на опытной станции компании Сингента, на базе которой именно и располагается наш полевой город. На данной опытной станции мы соблюдаем систему защиты всех культур, поэтому у нас обрабатывается каждая культура севооборота, я имею в виду обрабатывается энциклицидом. То есть мы обрабатываем все культуры севооборота, чтобы снизить проблемы с почвенными вредителями, и у нас их не было. Однако даже в этом случае, пусть небольшое количество проволочника, но имеется на наших полях. Это означает, что в ваших хозяйствах необходимо постоянно, ежегодно проводить обработку энциклицидом каждой культуры севооборота. Именно это позволит снизить вам численность проволочника до границы ниже экономического порога вредоносности. Спасибо за внимание. До новых встреч. Продолжение следует...